Битва лучших умов, конкурс «Ума-палата» в рамках окружного проекта «Вернуть детство» получился весьма удачным для команды девчата из Сосновской школы-интерната Вятскополянского района. Они были в числе лучших. Сегодня юные эрудиты готовятся к следующим «Играм разума». Репортаж наших вятскополянских коллег. Книголюбы, рукодельницы, а все вместе команда девчата. Они до сих пор переживают о том, что не попали в тройку лидеров. Дважды девчата, правда в другом составе, побеждали на региональных турах. Представлять Кировскую область среди 14 регионов при Волжье оказалось труднее. Вопросы были сложные по сравнению с региональным туром. На региональном туре как-то вопросы были даже попроще. Мы поддерживали друг друга. Заняли четвертое место. Немного обидно. Все-таки хотели в призеры попасть. Все-таки Кировскую область представляем. В следующий раз будем стараться. Чтобы в призеры попасть. Мы волновались, конечно. Волнений было очень много. Было много приготовлений. Девочки сидели дополнительно готовились. Старались. Ну вот как получилось. Четвертое место мы считаем, что это тоже очень хороший результат. Интеллектуальная игра вдохновила девчат на поиск новых знаний. В книгах, интернете находят время юные эрудиты и для обсуждения стратегий дальнейших мозговых штурмов. Но теперь, к мнению капитана команды Вероники Соболевой, самой младшей, но не по годам мудрой, готовы прислушиваться всем. Нужно просто более слаженно работать в команде, учиться работать в команде. Учителя радуются переменам, которые происходят у них на глазах с ребятами, участвующими в спортивных и интеллектуальных мероприятиях в рамках проекта ПФО «Вернуть детство». Общение со сверстниками расширяет кругозор у девочек, обогащается речь. Они свободно общаются и со взрослыми, и со своими сверстниками, увереннее себя чувствуют и в жизни, и увереннее чувствуют, когда оказываются за пределами школы. Такие проекты нам помогают осваиваться в жизни, дают нам какие-то уроки. Наша дружба крепнет не только между собой, но, может, мы и между областями, с татьем новых людей знакомимся, узнаем новое. Только за последние два года более 40% выпускников Сосновской школы-интернаты поступили в высшие учебные заведения. В начале декабря будет отмечаться полувековой юбилей детского дома. И на нем наверняка вспомнят о всех достижениях детей и заслугах учителей. Людмила Агалакова, Андрей Третьяк, Вести, Кировская область.